Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о трансфере Арсена Захаряна, который сейчас буквально повис в воздухе. Несколько дней назад мы всерьез обсуждали, что Арсен вот-вот должен отправиться в футбольный клуб Челси, однако сейчас мы понимаем, что ситуация очень сложная, и есть, так скажем, важные нюансы, которые мешают этому переходу. Да, конечно, сейчас многие могут упрекнуть журналистов и нас, блогеров, что мы сами раскрутили эту ситуацию, а теперь оказалось, что там реально трансфер может и не произойти, что это мы вот так вот, знаете, пытались хайпануть и сделали, что называется, много шума из ничего. Однако в данном моменте все-таки вы не совсем будете правы, потому что журналисты и блогеры ориентировались не на какие-то там, знаете, слухи и домыслы, а на конкретные слова агента Захаряна, который заявлял о том, что да, переговоры идут, они в завершающей стадии. Поэтому мы ориентировались не на какие-то там желтые слухи или инсайды, нет, все было серьезно, просто действительно этот трансфер столкнулся с серьезными бюрократическими проблемами, которые мы сейчас и обсудим. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота. Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Итак, во-первых, хотелось бы сразу отметить, что ситуация тяжелая, но пока что не патовая. И здесь трансфер все-таки может произойти. До 2 сентября есть еще время на официальное оформление этой сделки. К тому же, если посмотреть на тело движения Челси, то есть ощущение, что они все-таки рассчитывают, так скажем, обновить свою атакующую группу. Уходит Хатсон Адори, появляются слухи о новичках, и не только Захаряне. Там есть сообщение, что Гордона хотят купить из Эвертона. Поэтому здесь очевидно, что Тухель пытается, так скажем, немножко освежить и встряхнуть свою атакующую колоду. Потому что новые игроки – это новая мотивация, желание показать себя и так далее. И вот в этих условиях, как мне кажется, Челси все-таки может попытаться продавить этот трансфер. Но проблемы есть, и их следует обсудить. Появляются сообщения о том, что два ключевых фактора, которые мешают трансферу – это, во-первых, Банк Барклайс, а во-вторых, это Федерация Футбола Англии вместе с трудовыми всякими комиссиями и прочими организациями, которые выдают право на выступление в английском чемпионате. Ну, вы знаете вот эти ограничения, что если у тебя нет достаточного количества матчей за сборную, то все, ты не можешь выступать в английской премьер-лиге. Вот, дескать, вот эти два органа, две организации, они сейчас уперлись рогом и мешают этому трансферу. Касательно Барклайс, тут хотелось бы отметить, что ситуация не нова для Динамо. Напомню, что недавно они пытались купить футболиста израильской сборной Карцева, и более того, там уже официально подтвердили его переход. Однако потом стало понятно, что есть трудности с переводом средств, и поэтому трансфер Карцева сорвался. Тут недавно сорвался еще и переход Самошникова из Рубина. Там, правда, ситуация немножко иная, но есть слухи, что тоже были проблемы с финансовыми какими-то обязательствами. Короче говоря, мы видим, что действительно сейчас у Динамо есть проблемы. Вот с этими самыми транзакциями, с переводом денег, что в том направлении, что в обратном. Почему? Ну, потому что Динамо тесно связано с банками российскими и другими организациями, которые попали под санкции. И именно это, вроде как, мешает переходу футболистов. С другой стороны, мы видим, что того же самого Фернандеса подписали, и вообще с латиноамериканскими игроками Динамо работает неплохо, и подписывать себе новичков, видимо, обходные маршруты какие-то все-таки есть. И поэтому есть надежда, что Динамо все-таки договорится. Ну и касательно Федерации футбола Англии и вообще всей вот этой бюрократической машины. Известный факт, что для того, чтобы выступать в английской премьер-лиге, нужно иметь определенное количество матчей за сборную. И вот тут хотелось бы отметить, что у Захаяна вроде как проблем особых нет. У него много матчей и за молодежку, и за старшую команду, есть встречи. И вообще, как бы, последнее время английские футбольные власти ведут себя достаточно либерально в этом плане. Но вспомните ситуацию с Ришарлисоном, бразильцем, который переходил в Уотфорд, и тогда, в общем-то, не считался такой звездой, как сейчас. И в сборной у него не было нужного количества встреч, в сборной Бразилии. Но его пустили, собрали комиссию и сделали, так скажем, исключение из правил. Ну, дескать, за Ришарлисона заплатили много денег, поэтому его можно пустить в английскую премьер-лигу. То есть здесь какая-то абсурдная ситуация, потому что Уотфорд, вместо того, чтобы сперва уточнить, можно ли играть футболисту в Англии или нет, взяли и сперва купили его за большие бабки, а потом начали требовать допустить его до английского чемпионата, потому что вот посмотрите, сколько мы за него заплатили. Хотя по логике ситуация должна быть сперва, ну, как бы немножко по-другому описана. Сперва, наверное, нужно договориться с чиновниками, а потом платить бабки. А не платить бабки, а потом этим мотивировать перед чиновниками то, что футболист должен играть. То есть мы видим, что, в принципе, английские чемпионаты, английские футбольные власти, федерации футбола Англии, они готовы идти, так скажем, на компромиссы. Но в данной ситуации почему-то уперлись рогом. Как, кстати, и в случае с банком, который мог бы, наверное, найти какие-то обходные маршруты, но тоже встает в позу. И мне кажется, что здесь за всеми этими нюансами стоит, конечно, политика. Политика, потому что, сами посудите, Челси — это команда, откуда недавно выгнали, буквально вот выгнали, Абрамовича. Человека, которого сложно назвать ярым сторонником Путина, который давно уже свалил из России, и вообще имеет не только российский паспорт, но и португальский. Но его все равно выкинули, в том числе под давлением общественности. И вот в эту команду может прийти российский футболист. Причем главная звезда, так скажем, молодежной сборной России, а уже и футболист старшей команды. Главная надежда нашего футбола, в общем, называйте его как хотите, который действительно может стать настоящей звездой в Англии. И вот здесь, вполне возможно, дали команду сверху, что этого паренька нужно вот просто вот, знаете, загнобить с самого начала. Не дать ему выступать в Англии, строить ему козни и так далее, чтобы он оставался в России или в худшем случае переехал в другой европейский чемпионат. Конечно, я понимаю, что у нас по-прежнему есть люди, живущие в своем манимирке, которые верят, что на Западе царство свободы, справедливости и правового государства, что там все по правилам и там не могут дать звонок сверху, чтобы вот подобное произошло. Но поверьте, там такое бывает и бывает регулярно. Мир, он примерно везде одинаков и не стоит идеализировать тамошние порядки. Так что в данной ситуации я не удивлюсь, если за блокировкой трансфера Захаряна стоят просто вот тупо какие-то чиновники, которые решили таким образом ввести дополнительные теперь же футбольные санкции против России. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.